Так, я знаете, что подумал? В прошлом эфире то, что я показывал, помните, два дерева, заполученных два дерева кадыровской пропаганды, если кто забыл, вот эти два дерева. Я думаю, что в форме этих двух деревьев можно их как-то запечатлеть. Их надо, я считаю, сделать какие-то стикеры в форме этих двух деревьев и наклейки. Если бы у меня были какие-нибудь 3D принтеры и так далее, я бы себе с удовольствием повесил бы на фон эти два дерева. Мне кажется, это очень крутая вещь. Это олицетворение такой лжи кадыровской пропаганды. После того, как я указал на этот фейл кадыровской пропаганды в своем прошлом эфире, значит, министр информации, печати, внешним связям Ахмет Дудаев ответил на это все, записал там полчасовой ролик. Я не буду здесь ничего из этого показывать, потому что это очень долго. Скажу просто коротко, что основная мысль его, то есть все его объяснение заключалось в том, что вот якобы этот штаб, где они там собирались, он действительно, он находился непосредственно на самой вот этой линии соприкосновения. И поэтому, да, они, конечно, согласились, они не могли уже оспаривать то, что они прямо там отошли от 20 метров и вели этот огонь. Но они говорят, так, в принципе, это логично, потому что сам этот штаб, он и находился на линии соприкосновения. Поэтому они просто оттуда вышли, значит, и начали стрелять. И там вот ходят вот эти вот разведгруппы украинские. И, мол, они изначально там все спланировали, расставили позиции и стреляли, значит, строго по ним. И те начали ответ наносить удары. И вся эта версия, наверное, заслуживала бы какого-то внимания, если бы не одно «но». Это просто я озвучу один факт и, наверное, оставлю его без комментариев. Они на эту линию соприкосновения, туда, откуда прям можно вести огонь по украинским разведгруппам, они подъехали колонной на кроссовер от GLE. Просто без комментариев. Мне кажется, это все, что нужно об этой истории знать. Но я бы хотел обратить внимание сейчас на другое. Вообще, вся вот эта вот постановка, весь этот фильм, этот фарс, был направлен в первую очередь на то, чтобы сказать, вот вы нас упрекали, что, значит, мы не едем воевать. Вот Кадыров отправил воевать своих детей. И второй посыл был, что посмотрите, какие, значит, эти ребята, они смелые, они поехали повоевали, еще взяли пленных и этих пленных привезли в Грозный в подарок своему отцу. Не задавайте тупые вопросы. Что значит, почему тогда они вернулись, если они поехали воевать, они должны были оставаться там и воевать до победного конца. Ну, не надо задавать тупые вопросы. Нет, не должны были. Не для этого они туда ездили. Там просто нужно было снять этот фильм. Вот этот вот первый факт, первый аргумент, мы его уже опровергли, мы к этому возвращаться не будем. Сейчас я хочу поговорить о втором аргументе. Что ребята очень смелые, взяли в плен украинских военных, отвоевались, приехали. Дело в том, что после того, как они вернулись с этими пленными украинскими солдатами, видимо, очень сильно утомившиеся на этой войне, получившие колоссальный стресс, они, видимо, по какой-то реабилитационной программе, либо местной, либо федеральной, я не знаю как, все эти три сына Кадырова были отправлены в Дубай, в Абудави, точнее, в Арабские Эмираты, на турнир UFC 280. Субтитры подогнал «Симон»